Добрый вечер, судья. Представьтесь, будь ласка. Хочу спросить наших гостей. Может быть, им известно или ведущему известно, почему оккупанты в Крыму так хорошо заботятся о наших украинцах в Крыму. У них тенсия, допустим, 8 раз выше, чем моя. У них тарифы в 12 раз ниже, чем это. Медицинный порядок, инфраструктура. Вообще, почему так оккупанты себя ведут? Вы знаете, как там они живут? Это не так. Есть еще национальная гордость. Если бы другая часть Украины, не та, которая контролируется Россией, присоединилась к Соединенным Штатам Америки, или к Швеции, или к Швейцарии, то эти государства должны были бы распространять на эту территорию свое законодательство и свои финансовые возможности. То есть объективно, Россия более богатое государство. Кроме того, оно вынуждено предоставлять периферии, которая была инкорпорирована в ее состав. Некоторые дополнительные льготы, они за счет других регионов, строят там мосты, и другие регионы этим недовольны, инфраструктуры. То есть вопрос, ну как бы с теоретической точки зрения, нелогичен. Потому что эта часть была включена в состав более сильного и более финансово устойчивого государства. Но вопрос моральный, там многие люди готовы в Крыму адаптироваться к российским принципам ведения политики. И многие россияне говорят, о, ты не преодолел свою украинскость. Потому что они представляют, что ситуация должна быть такая, что есть реальная позиция, что можно сопротивляться бюрократии. А в России это не принято, там другие принципы. Так что посмотрим, как будет решаться этот вопрос. То есть чему-то из Крыма не едут сейчас до нас, до речи. И я еще раз скажу. И едут, и есть много людей, которые, в том числе, закупываются продуктами, навіть санкционными, и пытаются приехать, по-перше. По-друге, ну, не все так солодко. Наверное, там не будем сейчас говорить про какие-то инсайды. Людина, до речи, тоже не послалась на свои джерела. Згадаем трагедию в Армянске. Это был в вересене минулого года, когда, фактически, целое место отручивалось через аварию на заводе. Давайте згадаемо, как российская влада ставится до кримского населення, до кримских татар. Это постепенно обшивки, перевозки и извинувачивания в экстремизм. Пане Петро, мы сейчас говорим про экономическую складовую, понимаете? И про ціни. Людей сейчас интересуют, как им выживать. И сколько им нужно денег? Давайте тогда и наступного раза подготовим графики и обсудим. Потому что, снова таки, информация про то, что переселяются люди с континентов в Крим. Зокрема, військовые и споробетники ФСБ. Крим перетворяется на велику військовую базу. И цивильное населенение, насправді, там достаточно плохо почувается. Я сейчас не готова показать и скриншовать их с форумов. Но, поверьте, ведется аналитичная работа. И такие отгуки тоже есть. Поэтому, просто доверять словам, или моим, или нашему глядачу, не важно. Давайте, чтобы выводить. Действительно, материально выше. И зарплаху выше. И дис, и пенсии. Но все равно у нас есть больше продукты. У нас жизнь лучше. Но не только в этом финансовом вопросе. Люди должны чувствовать себя комфортней. Многие чувствуют себя очень некомфортно. Потому что туда приехала российская бюрократия, которая более агрессивна, чем украинская. Продолжение следует...